МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Областное родительское собрание в телеэфире". Совместный проект главного управления образования и телерадиокомпании Гомель, который стартовал в 2016 году. Вот и сегодня в студии на Пушкина-8 в спецвыпуске главной темы мы собрали представителей родительских комитетов районов Гомельчины и компетентных экспертов. По традиции говорим об актуальном, том, что касается каждого. Эта главная тема мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Встречайте гости программы. Начальник главного управления образования оболосполкома Сергей Порошин. И снова здравствуйте. Рад видеть. АПЛОДИСМЕНТЫ Директор Белорусского государственного университета транспорта, председателя Совета ректоров Гомельской области Юрий Кулаженко. Здравствуйте, Юрий Иванович. АПЛОДИСМЕНТЫ Директор Тихинической средней школы Рогачевского района Ольга Клемкова. Ольга Евгеньевна, спасибо, что приехали. АПЛОДИСМЕНТЫ И директор Гомельского государственного профессионально-технического колледжа бытового обслуживания Александр Гурин. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот и подошел к концу учебный год. Каким он выдался для вас и ваших коллег? Ольга Евгеньевна. Да, год был намного сложным, но и достаточно удачным, надо отметить. Потому и вздохнули, но глаза горят. Да. В школе сложились серьезные спортивные традиции, поэтому считаю, что главным достижением все-таки являются наши победы на республиканском уровне в школе АДЕ, в зимнем, летнем, на гоборе здоровье. Наше учреждение образования достаточно неплохо по результатам 2018 года справилось с подготовкой ребят к централизованному тестированию. Небольшая сельская школа и достаточно серьезные результаты, хорошие результаты по ЦТ. Успешно распределились, трудоустроились по каналам образования, что позволило подняться учреждению образования на одну из лидирующих ступенек в общей рейтинговой таблице. Хочется отметить и рост количества дипломов победителей в республиканских смотрах, конкурсах и выставках декоративно-прикладного творчества. Помимо этого было много достижений, связанных с интеллектуальными победами наших ребят. Эти и другие достижения позволили нашему учреждению образования подняться на лидирующую ступеньку среди сельских учреждений образования по результатам 2018 года. Вашим ребятам действительно не скучно. Это не только образовательный процесс, но и интересная, яркая внешкольная работа. Конечно. По итогам 2018 года, знаю, колледж бытового обслуживания из Гомеля занесен на областную доску почета. Александр Леонидович, в чем видите такую результативность? Ну, думаю, что прежде всего это сплоченность коллектива, это его готовность, стремление к достижению высоких результатов. Это та система работы, которую мы отрабатывали многие годы и которая сегодня позволила нам учебный процесс сделать максимально практикоориентированным. У нас сегодня есть внедрена в учебный процесс такая хорошая форма работы, как бесплатное обслуживание клиентов. Ежедневно к нам приходит порядка ста человек и более жителей города Гомеля. И они во время производственного обучения учащиеся имеют такие возможности, практических навыков. Это условия производственного обучения приравниваются практически к производству. Лучшим учреждением высшего образования по итогам все того же 2018 года признан Белорусский государственный университет транспорта. Вот сегодня только лучших мы собрали. Юрий Иванович, а как эту новость, эту высокую оценку воспринял коллектив? Наверное, проще достигнуть лидирующих позиций, чем удержать их. Поэтому мы воспринимаем такую оценку руководства области и города, как какой-то аванс. Мы должны сделать еще больше, и это есть понимание в коллективе. Вообще 2018 гиперважен. Для ВУЗа 65 лет хороший повод подвести итоги. И в то же время хорошая возможность дать в очередной раз себе четкий ответ на стратегический по-настоящему вопрос. Каким должен стать ВУЗ будущего? Этот вопрос, наверное, волнует не только коллектив нашего университета. Все учебные заведения республики нацелены на то, чтобы именно сформировать свой ВУЗ как ВУЗ будущего. Что же такое ВУЗ будущего? ВУЗ будущего – это комплекс, комплекс, где ведется работа научная, учебная, практика ориентированная. То есть должно быть производство в ВУЗе, наукоемкое производство. И это еще, безусловно, такой социокультурный центр. Каждый университет должен быть социокультурным центром, значимым для своего города, для области, да и, наверное, в целом для страны. Уже второй гость говорит о необходимости практикоориентированного образования. Об этом сегодня говорят на самом высоком уровне. Сергей Иванович, вроде все просто. Не только теория, но, безусловно, важна и практика. Всем ли учреждениям это удается – найти ту самую золотую середину? Наверное, каждое учреждение стремится быть выше золотой середины. Каждый ставит перед собой такие задачи, которые ежегодно увеличиваются по качеству образования, по показателям. И это радует. У нас нет ни одного года, чтобы он был простой. Он всегда был сложный, он всегда был трудный. Но это и радует, потому что от этого зависят результаты труда. Я понимаю, что, возможно, не очень скромно себя хвалить. И все-таки, что является поводом для особой гордости по итогам 2018 года? А что, на ваш взгляд, по-прежнему является той самой болевой точкой, над которой нужно работать? Вы знаете, в любые годы болевой точкой является качество образования. Каким бы результатом мы не достигали, всегда качество образования является самым актуальным, самым проблемным и самым сложным. Потому что мы всегда работаем с учеником на повышение его уровня образования, получение объема знаний, современных знаний, умение правильно, избирательно получать информацию, находить эту информацию. И в большей степени действительно сегодня мы учим наших ребят практикоориентированным предметом, любым абсолютным учебным предметом для того, чтобы пригодились они в дальнейшей жизни самостоятельно. И все-таки, если говорить о достижениях, что особо дорогого стоит? Вы знаете, скажу вам откровенно. Вот наш бывший губернатор, мы очень рады, что Владимир Андреевич Дворник стал вице-премьером. И когда мы получили результаты централизованного тестирования, результаты Олимпиады республиканской, я пришел к нему, положил эти таблицы и сказал, Вы знаете, Владимир Андреевич, мне как-то очень тревожно. Вы посмотрите, Гомельская область в уходящем году, в 2018-2019, ниже третьего места ни по каким направлениям не опускалась. Лидерская позиция. Лидерская позиция даже по учебным предметам. Ниже третьего места Гомельская область в республике Беларусь не опускалась. За исключением только одного предмета, который показали на централизованном тестировании 2018 года всемирной истории, но это чисто случайность. Я убежден, что в этом году мы исправим положение. Удержать нам эти позиции, и это команда, которая должна доказать, что гомельчане те же белорусы, но только со знаком качества. Я хотел бы сказать, что гордостью и нашего учебного заведения является участие наших учащихся в международном конкурсе парикмахерского искусства в Санкт-Петербурге «Невские берега». 11 лет мы там принимаем участие, и за эти годы уже завоевано более 200 призовых мест. В республике Беларусь три раза уже проходил республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Беларусь. Все эти три раза мы принимали участие и становились призерами этого конкурса. Уровни республики Беларусь более 10 наград, достоинства, золотые, серебряные, бронзовые медали наши ребята завоевали на международных конкурсах, предметных олимпиадах по математике, физике. И наших шесть учащихся будут представлять Республику Беларусь и в будущем именно по различным предметам. На международном уровне уже. Последний пример, когда ребята из 71-й гимназии, 44-й, привезли золотые медали, золотое достоинство по учебным предметам, такие как и физика, и математика, и мы этим горды, потому что сегодня информатика, 51-я гимназия, потому что сегодня это тоже подтверждение качества образования не только гомельской области, не только гомельских ребят, но и Республики Беларусь в целом. Во всем мире и наши ребята. Вспомним звезду мирового сегодня, могу сказать, уровня Геннадий Короткевич. Мы гордимся, и сегодня он доказывает, что он является лучшим в мире программистом, потому что он побеждает в самых престижных международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях по программированию. Это гордость, это наша звездочка, это наш ориентир и пример, по которому мы должны равняться, и достижения реальны для всех. Многие годы у нас отсутствует право нарушения преступления. Нам некогда заниматься такими глупостями. Мы готовимся к конкурсу, мы работаем. Я считаю, что качество образования для высшей школы – это именно востребованность выпускников на рынке труда. И в данном случае нашему Белорусскому государственному университету транспорта есть чем гордиться. В этом году, как и в прошлые годы, у нас 100% распределение для всех бюджетников, и востребованность такая, что и многие вне бюджетники тоже распределены. Причем потребность заявки имеются на наших специалистов примерно в полтора раза больше, чем мы можем обеспечить на данный момент. Особенно это касается строительного комплекса, что очень радует. Значит, в республике идет строительство, это значит, что экономика развивается. И это здорово. А сейчас внимание на экран. Это выдержка из письма директора одной из школ, которая, как мне кажется, облетела все социальные сети. Давайте смотреть и комментировать. Дорогие родители, у ваших детей скоро начнутся экзамены. Знаю, что вы все очень сильно беспокоитесь, чтобы они сдали их хорошо. Здорово, если ваш ребенок получит хорошие оценки. Но, пожалуйста, не лишайте их уверенности в себе и достоинства, если этого не произойдет. Скажите им, что это нормально, что это просто экзамен. Они созданы для куда более значительных вещей в жизни. Скажите им, что какими бы ни были их оценки, вы любите их и не будете их осуждать. Пожалуйста, сделайте это и просто наблюдайте, как затем они будут завоевывать мир. Один экзамен или плохая отметка не отберет у них мечты и талант. И, пожалуйста, не считайте докторов и инженеров единственными счастливыми людьми на планете. С наилучшими пожеланиями, директор школы. Ольга Евгеньевна, а вы бы под этим письмом свою фамилию поставили? Возможно, да. Часто приходится ребятам говорить, что высшее образование не всегда единственно верная дорожка. Вы знаете, что приходится, да, бывает такое в практике. К сожалению, многие родители порой решают судьбу своих детей за них, собственно говоря. Поэтому задача учреждения образования, и это решается не в один день. Это очень долгий упорный труд. Мы все в одной связке. И педагоги, и законные представители, и дети должны подвести их к осознанному выбору. Да, бывает разное. Приходится и говорить, приходится и советовать. Приходится садиться рядом у экрана компьютера и выходить на наш банк данных, профессий, и выбирать. Порой даже отвозить в учреждение образования ребенка. Всякие есть семьи. Итак, вступительная гонка 2019. Сергей Иванович, есть ли какие-то новшества в правилах участия? В принципе, никаких новшеств не будет. И правила игры, как говорят, определены. Они закреплены в правилах приема и в высшее учебное заведение, среднее, специальное, и в общеобразовательные школы. Поэтому все так же, как и было в прошлом году. Наверное, сейчас прозвучит от меня достаточно традиционный вопрос. Но, как показывает практика, не менее актуальны. С годами актуальность не утрачивается. Достаточно ли только школьной программы для того, чтобы получить тот самый заветный студенческий билет? Я думаю, что да, но немножко нужно выше. Всегда планочку нужно поднимать выше. И нельзя ограничиваться только школьной программой, потому что кругозор для студента высшего учебного заведения, даже для абитуриента, был немножко шире. Поэтому ребята, которые стремятся поступать в высшее учебное заведение, они должны не только познавать свою программу школьную, но и владеть предметом чуть выше, чуть выше уровня. И это приведет их к успеху. И все-таки, согласитесь, в Гомеле для дополнительных занятий возможностей больше. А как быть ребятам из небольших населенных пунктов? Да, я считаю, что школьной программы достаточно. У нас на сегодняшний день замечательные учебники, в особенности, что касается учебников старших классов. У нас отлично выстроены учебно-методические комплексы для проведения факультативных занятий, которые рассчитаны на итоговое повторение курса. Но, уважаемые родители, понимаете, когда мы, я сейчас говорю, как учитель-предметник, я по совместительству таковым тоже являюсь, когда мы готовимся к факультативному занятию, вот здесь-то мы и выходим дальше, углубляемся. И шире того материала, который является вот той базой, которая в учебнике. Для этого мы привлекаем и вузовские какие-то свои учебники. И каждый педагог, у каждого педагога уже создана за годы работы целая библиотечка дополнительной литературы. Если это, допустим, русский язык, простите уже, что перехожу на свой предмет, то это уважаемый наш Розенталь пособие Дитмара Ильяшевича, да? То есть вот здесь-то идет вот то самое расширение и углубление. А все это вместе... Важно, чтобы заинтересованность была. Вот, да. И не только со стороны педагога. Совершенно верно. Но, в первую очередь, со стороны ребят и родителей. Все стороны, все участники образовательного процесса, несомненно. Только когда все едины, когда все понимают, что надо работать, трудиться на результат, тогда мы, педагоги, к вашим услугам, уважаемые наши... Ваша школа в этом плане неплохой пример. Мы об этом уже говорили. Понимаете, что? Хотя мы и омолаживаемся последние годы, наш педагогический коллектив, тем не менее, свой опыт, свои знания молодежи передаем, как говорит моя завуч, что умею сама, тому учу молодежь. Ну и вот, как я уже сказала, в прошлом учебном году, хоть уже и молодые у нас довольно-таки ребята работали, но вот результаты как-то вот так вот, ну, сработали мы неплохо на результат. Значит, взаимодействие было, значит, преемственность соблюлась, как основной вот принцип, да, при передаче, при трансформации знаний и жизненного опыта. При желании результата на ЧТ можно достичь и... Несомненно, и школьного хватит сполна. Действительно, я присоединяюсь к мнению коллег. Достаточно. Достаточно школьные программы для того, чтобы поступить в ВУЗ. Но поступив в ВУЗ, это еще не значит, что гарантированно человек получит высшее образование. Безусловно, предстоит много-много работать, и коллектив университета, я думаю, и других высших учебных заведений, это профессионалы, которые смогут, ну, даже для человека, получившего четверки, сделать так, чтобы он стал на выходе профессионалом. Дело в том, что есть некие замечания для школьной программы. То есть учителя часто натаскивают абитуриентов на сдачу централизованное тестирование. Но где сложность возникает уже у студентов? Это недостаточная потатока в области логического мышления, абстрактного мышления. Вот хотелось бы, чтобы в школах этому вопросу уделяли больше внимания. Сейчас складывается такая ситуация, что большинство желающих, подавляющее большинство, приходят в ВУЗы на ту или на другую профессию. Наша, конечно, задача сориентировать, и даже перед подачей документов у нас обязательно идет собеседование, профориентация проводится, рекомендуют, на какую специальность поступать, в зависимости от того, как расположено желание абитуриента. Но вот на эти два момента надо обращать внимание, потому что возникает сложность с восприятием уже информации в университете. Хотя все это решаемо. Ориентир любой семьи на высшее образование понятен. Каждая хочет для своего ребенка лучшей дорожки. Но мне кажется, что сейчас нужно говорить не только о престиже диплома, но и о профессиональной востребованности на долгие годы. Я думаю, что будет еще лучше, когда этот ориентир будет подкреплен профессионально-техническим образованием, либо как минимум профессиональным образованием. И тогда такие учащиеся, а будущие студенты ВУЗа, выпускники ВУЗа будут особо востребованы. Я хотел бы в этом плане обозначить то, что сегодня у нас между учреждениями профессионально-технического образования и общеобразовательными школами существует очень хорошая форма работы. Это профессиональное обучение. Когда учащиеся имеют возможность в рамках трудового обучения пройти вот эту профессиональную подготовку на нашей современной базе учебно-производственных мастерских, где им уроки проводят квалифицированные специалисты. И после окончания школы вместе с аттестатом о среднем образовании получите свидетельство о присвоении рабочей профессии. Сегодня рабочей специальности можно достойно заработать? Можно. С уверенностью могу сказать, что можно. И снова к высшей школе. По многим специальностям, я думаю, что ректоры ВУЗов Гомельщины подпишутся под этой цитатой, по многим специальностям рынок переполнен. Но это не останавливает абитуриентов и их родителей в том числе. Они важную роль при выборе все-таки играют по-прежнему. Не останавливают идти в юристы, бухгалтеры, психологи. Вот интересно, в Белгуте эту проблему ощущаете? Ну, поскольку у нас 100% распределение, то мы, конечно, эту проблему не ощущаем. Дело в том, что есть у нас подготовка в направлении бухгалтерский учет. Но это специалисты, которые ориентированы на транспортные и строительные комплексы Республики Беларусь. То есть это не просто абстрактные бухгалтера. Это ребята, которые владеют и вопросными технологиями. На железнодорожном, например, транспорте, автомобильном транспорте и так далее. То есть они востребованы на производстве. Хотя в целом по Республике, да, эти есть вопросы. И к бухгалтерам, и к юристам. Но дело в том, что это компенсируется в какой-то степени образованием непрерывным. Есть вторая ступень обучения, когда предоставляет государство возможность поступить в маестратуру немножко по иному направлению. Получить иные компетенции. Таким образом заявить о себе на рынке труда и выделиться. Безусловно, и быть востребованным на рынке труда. Вообще хорошо, конечно, когда знаешь четко, куда идти, в какую сторону. Но ведь это далеко не всегда так, Сергей Иванович. Система профориентации молодежи на что нацелена в первую очередь? И что считаете наиболее эффективным у нас в регионе? Ну, во-первых, наш регион стал первой в Республике Беларусь, когда мы внедрили сначала университетские субботы. Именно более глубокое ознакомление с специальностями, получающие высшие школы, именно в вузах Гомельской области. Затем перешли на профессиональные субботы, которые дают возможность подготовки в учреждениях профтехобразования, средних специальных учебных заведений и ознакомиться поближе с будущими специальностями. То есть дать широко линейку знакомства с будущими специальностями и выбирать. И хочу вам сказать, что по опыту уже вот несколько лет, когда мы работаем в этом направлении, то мы видим, что ребята меняют своё мнение, и они прислушиваются к своему внутреннему, так сказать, ощущению, кем бы я хотел стать. И, может быть, ошибаются в том плане, что вот та или иная профессия, на мой взгляд, была бы очень достойна, но попробовав, не получается. Нет таких навыков и нет предрасположенности внутреннего состояния человека для того, чтобы стать специалистом данного направления. Я знаю, вот, к примеру, Александр Леонидович, приходят ребята со школы и, попробовав парикмахерское, значит, вот это искусство, по-другому я никак не назову профессию, останавливаются. И мальчики в том числе говорят, я хотел бы стать вот там инженером, а всё-таки пойду сюда. Я попробовал, у меня получается, я хочу, и я думаю, что это моё будущее. Вот в этом и заключается выбор и профориендационная работа. И то, что сегодня многие родители советуют или настаивают, этого делать нельзя. Дети должны сами сегодня определяться в будущем. Но им должны помогать родители для того, чтобы развернуть эту широкую линейку, да, возможностей знакомства. Но право выбора за ребёнком. За ребёнком, только за ребёнком. Я хотел бы дополнить, вот, Сергея Ивановича, обратиться к родителям и сказать, что кроме профессиональной подготовки школьников на базе учреждений профессионального образования, у нас есть возможности организации и допрофессиональной подготовки. Это дети более раннего возраста, учащиеся восьмых, девятых классах, которые могут к нам в те же субботние дни, у нас это рабочий день, прийти, посмотреть, как проводится обучение, каким специальностям. Надо с более раннего возраста смотреть на эти специальности и дать возможность ребёнку выбора и попробовать, ему это нравится или не нравится, я это могу или я это не могу. У нас сегодня есть такая возможность, поэтому обращаюсь, приходите, мы поможем. Ольга Евгеньевна, знаю, в вашей школе в этом году появились агроклассы. Что это значит, в чём специфика обучения? Проведя подготовительную работу, которого требовали нормативные документы Министерства образования, мы определили, проанкетировав наших ребят, десятиклассников в частности, определилось, что четыре девочки, вот они хотели бы, желали бы изучать на повышенном уровне химико-биологические предметы, химию-биологию. Те предметы, которые в дальнейшем в том числе помогут поступить в сельхозвуз. Да, помимо этого, да, действительно определили преподавателей, а это люди с первой высшей квалификационной категорией, ну и повели, помимо того, что эти девочки изучают предметы на повышенном уровне, значит, они ещё изучают и такое факультативное занятие, как ведение в аграрные профессии, которое дополняет, углубляет представление школьников, учащихся об аграрных профессиях. Родители слушают, уверен, вопрос назрел давно. Что считать с профессиями будущего? Вот вы для себя ответ на этот вопрос нашли, Сергей Иванович? Ну, наверное, пользуясь и возможностью средствами информации, можно говорить с уверенностью о том, что IT-технологии сегодня преобладают, и это будущее. Искусственный интеллект, которого боятся, кстати. Человек, создавший искусственный интеллект, должен бояться этого искусственного интеллекта, но помогает в этом IT-технологии и современные подходы по изучению IT-технологий. Поэтому это, наверное, одно из востребованных. Кстати сказать, не все могут пойти по этому направлению, а избранное для того, чтобы двигать науку вперёд, развиваться обществу и быть на уровне мировых стандартов в Республике Беларусь. Юрий Иванович, а в вашем ВУЗе профессии будущего есть? Есть. Все профессии у нас профессии будущего. В этом году у нас новая профессия имеется. Это информационные сети технологий, бизнес-администрирование. Данная специальность открыта по просьбе руководства Белорусской железной дороги, потому что вообще у нас очень тесная связь с производством. И это важно. Это очень важно, потому что те компетенции, которые лежат в основе каждой специальности, практически мы вместе с производственниками формируем. Как и на выходе, обязательно в государственных экзаменационных комиссиях присутствуют руководители производства. То есть они оценивают наших специалистов. Может, отсюда и востребованность. Но мы смотрим действительно через призму IT-технологий. Сергей Иванович правильно обозначил направление – это IT. Но какое это IT? Чистые программисты, я думаю, со временем они отойдут. Да и рынок будет тоже переполнен только после вашей фразы, желающих, я думаю, что будет вас сказать. В основе, Александр, каждой специальности нашей сейчас будет лежать IT. То есть на производстве востребованы специалисты, владеющие технологиями, существующими на производстве. Но еще и необходимы специалисты, которые владеют IT, чтобы вот эти технологии сделать, алгоритмизировать их. То есть вот что нужно сейчас для современного производства. И мы понимаем это, и мы идем в этом направлении. Поэтому я и говорю, что все профессии, которые мы даем своим студентам, все специальности, в основе имеют IT. Поэтому это и есть специальности, которые востребованы будут в будущем. Это областное родительское собрание в телеэфире. Я напомню, что сегодня в студии на Пушкина 8, в спецвыпуске главная тема, мы собрали представителей родительских комитетов Гомельщины. Уважаемые гости, сейчас хорошая возможность задать свои вопросы. Пожалуйста. То есть не обесцениваем ли мы таким образом вот тот самый высокий уровень высшей школы? Спасибо большое. Что касается ВУЗа, мы заинтересованы в том, чтобы на входе были как можно более высокие баллы у абитуриента. Безусловно, что это влияет на конечный результат. Но я уже говорил в своих словах то, что задача преподавательского коллектива университета – это провести молодого человека через все эти предметы, через все эти зачеты, экзамены, расчетно-графические работы так, чтобы он это выдержал. И если он выдерживает все испытания, то, безусловно, на выходе будет специалист. И не важно, что у него на входе была четверка. Хотя, еще раз говорю, мы заинтересованы, чтобы качество абитуриента было как можно более высоким. – Наталья Брагин, Сергей Иванович, а вот как Вы в свои школьные годы определялись в поступлении? Или Вы изначально знали будете педагога? – Я уже как-то в этой студии неоднократно отвечал на такие подобные вопросы. И должен сказать, у меня был принцип попробовать всего понемножку. И родители мне в этом только помогали, не мешали. Но вот в моей жизни и выборы профессии сыграл мой учитель. Учитель биологии, молодая учительница, выпускница Гомельского государства университета, Юния Франциско-Скарына, которая пришла к нам в школу, номер 42 города Гомеля. И вот сумела убедить в том, что надо выбирать эту профессию. Я поступил на биологический факультет университета, окончил успешно. И сейчас работает. И об этом нисколько не жалею. Хотя были такие моменты, когда очень хотелось быть хирургом. И я очень с большим уважением отношусь к этой профессии медицинских работников. И обожаю хирургию, полевую хирургию. Но это в плане любительства. А так, конечно, люблю работать с детьми. Люблю работать с учителями, с людьми. Это для меня очень важно. Я счастлив, что сложилась у меня так судьба. Я хочу задать еще один вопрос. Это жизненный вопрос. Такая ситуация случилась у нас два года назад. Моя дочь поступала. И вот, когда мы сдали экзамены в школе, мы пришли проходить медкомиссию в больницу. И нам в справке нужно было указать учреждение образования, специальность. И мы только тогда, когда проходили комиссию, мы узнали, что не на каждую специальность нам могут подписать по состоянию здоровья. И я задавала тогда еще в больнице вопрос, почему наши дети об этом не знают. Если моя дочь сегодня учится в Белгуте, она хорошая девочка, она училась, старалась и зрение свое до такой степени испортила, да? Но когда нам пришли подписывать, они нам сказали, вот мы можем любые специальности, например, но с высотой специально связанную мы не можем. А для нее высота уже, высота табуретки уже все. Мы ей не подпишем. И вот я тогда задавала вопрос и прошу, может как-то можно детей сегодня в школе заранее поставить в известность, чтобы ребенок с пятого, там с первого класса не поставил себе цель. Я хочу быть тем-то и тем-то, а как потом придет подписывать медкомиссию, ему просто ее не подпишут. Очень правильный вопрос. Этот вопрос я абсолютно поддерживаю и хотелось бы, чтобы на более высоком уровне действительно был решен этот вопрос. У нас есть такие правовые коллизии, когда ребенок может учиться на получении какой-то специальности, а при получении уже диплома он не может работать по ней. Да, и вы просто нам объяснили, что не возьмут на работу. И в этом плане надо навести порядок таким образом, чтобы было соответствие состояния здоровья с будущей профессией, чтобы они могли работать. Буквально и в этом году я разбирался. Были у нас такие обращения, когда вынуждены были, ну, даже практику проходить совершенно по другому профилю. Поэтому здесь компетенция более высокого уровня, и я думаю, что необходимо навести порядок. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Людмила Гомель. Не так давно в интернете я наткнулась на такую рекламу. Готовим к ЦТ, 70 баллов и выше гарантируем. Можем ли мы, родители, доверять такому объявлению? Если кратко сказать, то нет. И вообще нужно остерегаться таких объявлений гарантированных, когда гарантируют качество знания, гарантируют объемы, значит, и уровень знания там и так далее. Не верьте им. Я вот ответственно хочу сказать, что не верьте и не доверяйте. И обходите стороной таких лже-репетиторов, лже-фирм. Они ничего хорошего не дадут. Верьте школьному учителю, который ведет предмет, факультативное занятие, и готов подготовить ваших детей, наших ребят к поступлению в высшее учебное заведение. Спасибо. Злободневная тема – пропускной режим в учреждениях образования. Сейчас пропагандируется вопрос установления турникетов на входах в школы и другие учреждения. Но вот мой знакомый сотрудник МЧС говорит, что турникет может в случае эвакуации препятствовать этому, чтобы дети могли быстро покинуть школу, например. Разъясните, пожалуйста. Спасибо. С точки зрения безопасности установка турникетов, исходя из пожеланий и администрации, и, конечно же, родительских комитетов, но я хочу вам сказать, что турники, которые установлены уже сегодня в общеобразовательных школах, не только в Гомельской области, позволяют спокойно и нормально проводить все мероприятия по эвакуации. Они инженерно сооружены таким образом, чтобы не препятствовать эвакуациям. Поэтому сотрудника МЧС можно было пригласить, и я бы ему более подробно рассказал, как мы подходим к вопросам безопасности. Но хочу вам искренне сказать, что турникеты, они являются чисто условным препятствием, да, но больше всего мы уделяем внимание это внутри учебных заведений для того, чтобы обезопасить от различных чрезвычайных ситуаций внутри школ, детских садов и так далее. И понимание родителей у нас сегодня есть. Я как родитель хочу сказать, я всегда спокоен, если я привожу своего ребенка, и в учреждение строгий пропускной режим, строгий контроль, я спокойно иду на работу и спокойно забираю своего ребенка. Поэтому вот обращаюсь к родителям, необходимо понимание к установке в том числе и турникетов и различного вида оборудования, которые относятся к выполнению требований безопасности. Верьте специалистам, верьте тем требованиям, которые сегодня выдвигаются. Кстати, хочу вам сказать, что это приносит только положительный результат. Спасибо. Павел, Будокошелевский район. Скажите, пожалуйста, Сергей Иванович, какие льготы существуют и для каких категорий учащихся для поступления в высшие и средние технические вузы нашей страны? Ну, я должен сказать, что правилами приема в учреждении образования определены льготные категории граждан. Но хочу акцент сделать, что уже давным-давно отменены льготы для поступления сельских ребят. Высшее учебное заведение конкурс сегодня един. Но есть вопросы, которые касаются детей инвалидов, сироты. Есть специальное учебное заведение силовых структур. Это детей, погибших при исполнении служебных обязанностей и так далее. То есть в правилах приема каждого учебного заведения определены категории льготные, которые пользуются на уровне. В приемной комиссии вуза с этим ознакомиться можно? Конечно, и можно познакомиться. Здравствуйте, Сергей, Мозырский район. Скажите, хотели бы с родителями поблагодарить педагога за добросовестный его труд за многие годы. Дети очень любят педагога, ценят, уважают. Но уже несколько раз мы слышали в ответ от учителя никаких благодарностей, никаких подарков. Как быть? И тоже актуальная тема. Я хочу сказать, за последнее время я получаю достаточно много обращений со стороны родителей, особенно в преддверии окончания учебного года. Внимательное отношение конкретного педагога, слова благодарности. Мы направляем такие письма в отделы образования для того, чтобы поощрили. У нас есть виды поощрения, грамоты различного уровня, государственные награды. Кстати, педагоги награждаются и государственными наградами, и представляем, и с учетом, и мнением родителей. Публикуем в средствах массовой информации такие благодарности. Ну а что касается непосредственно высказать слова благодарности. Вы знаете, я не считаю, что это будет какая-то, как сегодня очень так бояться, говорят, вот цветы принести – это какая-то взятка. Это слова благодарности. Цветы – это уважение, благодарность. И не надо бояться и стесняться принести учителю. Нескопоклониться ему, сказать огромное спасибо за то, что воспитали, помогли мне воспитать моего ребенка, за то, что вы, жертвуя своим личным временем, своим здоровьем, а это действительно так, отдаете все себя моему ребенку. Искренне вам слова благодарности и поклон. Это ваше право, и ваше право никто не отнимет и не осудит. И поэтому формы морального такого поощрения самые разные. Но мы единственное против, и требования действительно есть, когда родители хотят поблагодарить и покупают очень дорогостоящие подарки. Нельзя этого делать и не надо этого делать. И скажу откровенно, для учителя в некоторой степени это может быть и не подарок, а какая-то неловкая ситуация, которая старается от нее уйти. Поэтому родители должны найти такой способ, чтобы человека поблагодарить, но ни в коем случае не обидеть. Татьяна, Кармянский район. Нас, родители и выпускников, как никого волнует следующий вопрос. Рикс объявил, что в 2019 году тестирование будет оцениваться по-новому. Будет ли в тестировании часть С, и как вообще будет сам оцениваться тест? Скажу очень кратко, никакой части С в тестировании не будет. И действительно в этом году будет новая система подсчета. Какие результаты будут, я боюсь предполагать, потому что это впервые. Но скажу откровенно, что она очень сложная эта система, хотя дающая возможность прозрачно и четко определиться, уже и знать даже приблизительно уровень своей оценки, что ты наберешь после окончания централизованного тестирования. Как пройдет ЦТ 2019 года, время покажет, мы посмотрим. Но сегодня ЦТ будет приближена к реальным знаниям ребят, которые получили отметки в общеобразовательной школе. Лидия, город Мозырь. У нас такая ситуация. Ребенок учится в восьмом классе, изучает углубленную математику. К концу года он внезапно осознает вместе со своей семьей, что выбрал профиль ошибочно. Может ли он в девятом классе изучать углублено другой предмет? Если коротко, может. Здравствуйте, Елена Речица. Согласно законодательству, в новом учебном году будет ограничение для школьников ношения и пользования мобильными телефонами. Скажите, как этот закон будет применяться на практике? Вот мы сейчас работаем над тем, чтобы он был эффективным и чтобы полное взаимопонимание было с родителями. И ребята понимали, что телефоном нужно пользоваться тогда, когда нет уроков, и телефон для связи, но для игры и для того, чтобы находиться в интернете. Какие будут формы, мы расскажем немножко попозже родителям. Но сегодня жестких таких ограничений Министерство образования не ставит. Нормативных документов жестких по отношению к мобильным телефонам пока нет. Но в нас сегодня в Гомельской области в ряде учреждений образования такая же форма существует, и родители полностью нас поддерживают, потому что более дисциплинированы и более внимательные ребята на уроках. Спасибо. Андрей Светлогорск. Скажите, планируем с ребенком поступать на педагогические специальности по целевому направлению? Сроки отработки после окончания обучения по целевому направлению? После окончания высшего учебного заведения педагогического профиля по целевому направлению отработка 5 лет. Уважаемые родители, спасибо за активность. Эти аплодисменты в ваш адрес. Я думаю понятно, уважаемые гости, что это малая часть вопросов, которые мы собрали со всех районов Гомельщины при подготовке этого проекта. Спасибо за поддержку и управлению образованием вашим коллегам Сергею Ивановичу. Как быть с теми обращениями, которые сегодня не прозвучали в эфире? Они не останутся без ответа? Нет. Любые обращения, устные, письменные, электронные, в любой форме, которые поступают в учреждения образования, либо в Главное управление образования, они не остаются без ответов. Мы всегда даем ответы, связываемся с заявителями и стараемся помочь. Спасибо за открытость. Итак, это было областное родительское собрание в телеэфире. На этом ставим точку. Спасибо, что были вместе с нами. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Благодарю. Спасибо, Сергей Иванович. Спасибо. 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 Спасибо.